Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. Обсудим очередной видеоролик с походом на ярмарку. Ну, значит, сегодня в начале видеоролика в приветствии сафара недовольного уже не было. Ну, если бы он даже и был, да, то, находясь дома, он нормально реагирует на то, что его Уралка показывает в кадре. А когда он на улице, вот тогда его колбасит. В общем, как обычно, ребят, затарка жрачкой. Видать, холодильник уже опустел, а жрать надо, и поэтому это очередной поход на ярмарку. Ну, как всегда, показали всё то же самое. Всё это мы с вами видели уже по тысячу раз. Но, как Оля говорит, что, ну, такие видео уже полезные, да, полезные тем, что вот цены меняются. Особенно полезно, когда она показывает шмотки, да, говорит, вот там пальто, да, футболочки, тут всякие кардиганчики. Как будто, слушайте, кто-то поедет к ним туда покупать эти кардиганчики, пальтошечки. Ну, правда, вот какой интерес. Кстати, когда ходили они в этот раз на ярмарку, Оля так остановилась надолго возле сальца. Вот как же ей его хочется. Я не понимаю, почему она не может себе купить сало. Ведь она же не мусульманка, ведь она же не придерживается строго всех законов. Если якобы сафарчик не пьёт, то Оля ссуда. У неё такое чувство, что полный рот слюны, и она захлёбывается ей, когда показывает эту еду. И слышно по ней, да, по голосу. Так и ещё эта камера туда-сюда ходит ходуном. Ну, показали всё, что уже сто раз показывали. Ну и, короче, ребят, притащились, и они домой с огромными этими зелёными сумками. Ну и, как всегда, ребят, фу, это кошмар какой-то. Пляснуть эти сумки на стол, представляете? Я уверена, что эти сумки и на пол ставились, и где-то в багажнике. Ну, не держали же они такую тяжесть постоянно в руках, слушайте. И потом всю эту грязь сначала на сидушке, где сидят, потом на стол. И я уверена, что никто там ничего обрабатывать не будет, тот стол. Просто тряпочкой протрут, и всё. А может, и не протрут. Фу, короче, я не знаю, как так можно. Ну, а дальше знаменитая распаковка. И мармеладки. Сначала пастила, слушайте. Пастила – это якобы, да, без сахара для людей-диабетиков. Вот, представляете? Следом дальше мармеладки без сахара, а потом бабах и зефир. Ловите целый пакет, всех по одной, все попробуем. Какой смысл тогда покупать мармеладки без сахара, слушайте, пастилу для диабетиков, да? И потом ещё покупать кучу всякого зефира с шоколадом, без шоколада. Конечно же, сладкого. И потом ещё, наверное, наверх копчёной рыбки, копчёной колбаски. Сарделек да побольше и говорит. Ой, сколько это мы сафар с тобой ели в прошлый раз сардельки? Целый месяц. В смысле целый месяц. Как можно, ребят, есть сардельки целый месяц, а? Да, за целый месяц они слизью покроются. Ну, если только Оля не закидывает в морозилку, а в морозилке уже совершенно не тот вкус. Знаете, что я думаю? Я думаю, что Оля просто ходит на ярмарку голодная и готова там скупить просто всё, понимаете? Ей хочется есть, и ей кажется, что она купила мало, и то, и то, и то покупает. А в итоге выбросить жалко, закину в морозилку. Ну, если она и закидывает. Знаете, может быть, это такие очередные отмазки, что мы ели месяц, на самом деле слопали за два дня. И, кстати, вот она говорит, что вот мы показывали там в телеграм-канале свой холодильник. Мы показывали, и показала она, что, значит, на завтрак они там доедали эти хачапури. Конечно, уже они у вас останутся, потому что это не хачапури с отстойным сыром, слушайте, который, ну, не сыр, а сырный продукт. Это химия, самая настоящая химия. И, естественно, что там может быть вкусного? Ну, хотя, вы знаете, как мне кажется, для Оли все вкусное. Все вкусное, еда для нее любая вкусная. И, да, недавно она уже говорила, что там какую-то рыбку она уже покупала. Да, и вот с картошечкой мы там поедим, с картошечкой съедим. И крылышки уже покупала, показывала копченые. И я не понимаю смысла в том, что она там что-то покупает для диабетиков, что-то покупает без сахара. Когда она следом покупает столько вредностей, столько гадостей. И если ей не болит живот, слушайте, все выдерживает. Я удивляюсь, то Сафар, видите, уже жалуется. И, ребят, мне не понять тех людей, которые хвалят ее, которые аплодируют стоя, которые говорят, что вот якобы хейтеры, да, поливают грязью. Ребят, вы считаете грязь пытаться человеку объяснить, что это ее здоровье, и что никто в этом никакой злобой не брыжет. А вот именно злоба со стороны хомяков. Ну, и обязательно вспомню о доброте Уралки. Очередной стрим показал всю доброту, все оскорбления, все оскорбления людям, которые не согласны с ней, которые возмущены и ее хамством, ее обманом, ее отношением к родине, скажем так, да, когда они прославляют Гитлера под звучание гимна России. И столько было грязи, и в то же время и угроз. Поэтому этот стрим и скрыли. И написали мне как-то комментарий. Я не слышала, пишет женщина, что, чтобы на канале Оли кого-то оскорбляли, и кому-то угрожали. Я вообще этого не слышала. Конечно, потому что стрим быстренько скрыли. Чуть не сказала стрим, потому что, ну, очень больше похоже, наверное, на это слово. В общем, ребят, так что затарка у них удалась. Удалась для них. Кучу вредностей и гадостей они закупили. Очередное видео. Это уже будут готовить. Ага, диету. Диету из индейки. Как Оля называет, диетическое блюдо. Только что-то я нигде не могу увидеть диетического блюда у нее. Ну, блин, ну ни разу, ребят. В общем, ребят, буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Ну, а я, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, мои хорошие, это здоровье. Берегите себя и своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.